козероги приветствую вас меня зовут его лехцер вы на моем канале для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю вперед с 27 ноября по 3 декабря 2023 года смотрим и анализируем с вами предстоящий событийный ряд и сделаем акцент на наиболее важных и значимых для вас итак приступаем общая энергия недели предостережение и рекомендации от карт что у вас здесь семерка чаш звезда и девятка мечей ой но здесь большие начинания и планы за которых вы будете стрессовать и переживать потому что семерка чаша звезда это желание осуществить какую-то глобальную масштабную идею воплотить мечту добиться чего-то но девятка мечей это переживание страхи а стоит ли а получится ли охватить ли сил и ресурсов и в целом перспективно но я могу сказать что перспективно смотрите одну колоду у вас ложится аркан императрицы неважно какой сферы касается задуманная вами но она однозначно несет свои плоды свои результаты поэтому действуйте не опускайте руки у вас все получится это сто процентов ну а мы посмотрим как будет раскрываться данная триада карт относительно вопросов личной жизни смотрим ситуацию для тех кто у нас свободен по семерке монет это некий такой период не могу сказать что застоя спокойствие ожидания появления ресурсности да у вас здесь могут быть страхи но не скорее всего связаны с пониженной самооценкой но сулит ли вам здесь новое знакомство триада карт по аркану мечтатель да это знаете как мысленно элементально притянуть себе в жизни то чего вы хотите или к чему вы стремитесь поэтому да может быть появление партнера или партнерши так сказать ваши мечты неожиданно для вас для тех же кто у нас в любовных треугольниках здесь ложится аркан верховная жрица это переживание это страхи относительно того но вы так во всяком случае считаете что ваш партнер или партнерша могут предпочесть вам вашу соперницу потому что здесь непонимание по факту насколько вы для него значимы насколько вы для него в жизни являетесь путеводной звездой плюс семерка чаш звезда девятка мечей вы понимаете что как не до конца чувствуете вторую половину или не до конца понимаете мотивов да у вас все надежды и мечты связаны с этим человеком но вы хотите понять это взаимно или нет если вы являетесь представительницей воздушной стихии весы близнецы или водолей могу сказать что да потому что по этим картам вы можете в человеке как бы разбудить то страстный потенциал который приведет к стабильному развитию союза в остальных же случаях имеет смысл поговорить обсудить даже если вам страшно даже если есть какие-то внутренние блоки относительно этой ситуации боязнь спугнуть так сказать вашу вторую половину то есть не не пугайтесь лучше это сделать сейчас чем питать в облаках для мужчин если смотреть вы хотите понять стоит ли вам вкладываться в эти отношениям будет ли для вас ресурсными то есть если тут равноценный энергообмен или вас здесь просто используют ради каких-то своих корыстных целей мотивов то есть это попытки прочувствовать ситуацию и вашу пасю так сказать до глубины души если оценивать триаду для тех кто в стабильных союзах то по девятке жезлов это как некая закрытость но здесь она в большей степени касается не просто цели планов или мечты бытовых назовем так сферы там карьера работа увлечения здесь может идти еще вопрос сексуальной зажатости как боязнь озвучить то чего вы хотите и то к чему вы стремитесь воплотить какую-то идею или мечту но вот здесь это знаете как нужно прорабатывать или с психологом или ну пытаться найти коннект контакт с вашей второй половиной смотрим ситуацию по работе для тех кто сейчас у нас не работали работать не может повешены видите здесь так шикарно изображен я бы сказал своеобразно здесь не состояние жертвы не подвешенный какой-то момент а здесь легкость здесь парение и понимаешь не что по сути как бы все страхи являются просто негативными установками вам все по силу все подвластно и вы можете реализовать любую цель любую мечту несмотря на возраст потому что видите здесь как парить на ситуации ловить этот миг этот кайф наслаждаться процессом то есть и у вас это может состояться в течение этой недели будь то хобби или будь то попытка кому-то подойти признаться своих чувствах или попробовать себя в новой сфере в новой нише или сама по себе установка что вы боялись чего-то проработка страхов комплексов каких-то фобий то есть это все будет подвластно в течение этих семи дней с точки зрения новых источников дохода это попытки найти свое работы заработка или дополнительных каких-то ресурсных возможностей в течение этой недели нет здесь еще может быть такой момент как проработка или убрать негативные установки которые вам вообще мешают что-либо попробовать начать или начать зарабатывать может быть имея пассивный источник дохода или зарабатывать нестандартным путем допустим handmade вы что-то производите что-то делаете но считали что это какая-то знаете как несусвечено кому это будет нужно но по факту это будет очень востребовано анализируем момент для тех кто является соискателем здесь по аркану башня как крушение планов или надежд почему потому что не получить желаемого но вот именно это станет вашей отправной точкой потому что вы это можете создать без кого-то ну например если вы искали себе работу наемным сотрудникам 1 отказ 2 отказ 3 отказ может вообще знаете как эти переформатирование файлов в вашей голове осознание а может мне стоит попробовать работать на себя попробовать работать фрилансером одновременно на несколько фирм то есть не быть штатным бухгалтером какой-то допустим там корпорации а быть бухгалтером частным предпринимателем который идет несколько фирм и как следствие оказывает им свои услуги это так в качестве примера у каждого это свое но то есть это по сути как для вас некий такой переломный момент и точка невозврата смотрим ситуацию для тех кто является наемным сотрудником четверка чаш это когда хочется весны в душе это надоело монотонность это знаете как говорят засиделся я на этой работе когда хочется новых действий нового масштаба хочется карьерного роста и вы здесь можете бояться переживать стоит ли вам об этом говорить с руководством достойны ли вы если перспективы и вот карты говорят что попробуй начни возможно твоя мечта осуществится то есть не сиди на месте ровно иначе ты просто сгоришь утратишь свои вот идеи вот это вот стремление к чему-то большему то есть имеет смысл сейчас знаете как сдвинуться с мертвой точки если же у вас вы собственный бизнес то рыцарь монет это вас пугает ситуация застоя вы хотите большего и здесь имеет смысл привлекать третьих лиц рекламу пиар маркетинг потому что пока как показывают карты даже если вам кажется что-то как глупая трата денег на ветер но по факту здесь реклама двигатель прогресса и вас это звенит с мертвой точки плюс как задать новые тренды семерка чаш и звезда это как быть в трендах быть на волне и как следствие идти в ногу со временем то есть новые тенденции это все применять в рамках своего бизнеса своей работы по состоянию здоровья оно здесь стабильное на двойка чаш иногда указывает что вам необходима поддержка больше ментальный ментального и эмоционального плана как знаете кому-то излить душу пообщаться поговорить озвучить свои переживания потому что вот те к страхи которые накопились вы может боитесь или не хотите их озвучивать потому что боитесь быть непонятыми или в чем-то быть сумасбродными то здесь имеет смысл возможно выговориться чужому человеку а мы смотрим предостережение от карт и так у нас здесь ложится аркан отшельник аркан мир и и луна смотрите три старших аркана и для вас здесь показаны медитации ретриты аффирмации общение с психологом уединение арт-терапия или акцент на тех вещах которые вас эмоционально и ментально наполняют опять же отдых паломничество посещение новых мест которые помогают вам раскрыться больше эмоционально и внутренне убирать какие-то комплексы страхи знаете когда вот что-то в жизни не клеится и вы думаете почему что не так что со мной не так возможно вы просто не в том месте и вас окружают не те люди поэтому не занижайте себе самооценку оцените ситуацию здравое посмотрите может ли вы что-то в жизни здесь изменить а мы смотрим рекомендации от карт и у вас ложится карта смерть обратите внимание здесь не просто так изображены бабочки это трансформация и перерождение вот то к чему вы подходите то чего вас требует вселенная и чему она вас готовит поэтому распорядитесь этими ресурсами этой энергии правильно и увидите благоприятные перемены в скором времени смотрим с вами неожиданность периода книга развилка и у нас сложится аркан солнце а здесь карта кольцо и так для некоторых из вас это как выбор жизненного пути а именно в плане обучения карьеры понимание новых знаний для некоторых это совмещение как бы двух хобби или может быть двух языковых курсов и опять же книга развилка солнце это определиться своей скажем так релокации куда вы хотите переехать эмигрировать и где вы хотите отдыхать а для многих это открыть внутренний мир свой или чужой так сказать который вам высветит всю подноготную ситуацию и вы поймете с кем стоит оставаться в союзе а с кем нет видите очень такая знаковая у вас неделя но вместе с тем вы здесь получаете какую-то поддержку от высших сил потому что карта кольцо это всегда союз коммуникация и вам удастся реализовать то что вы себе запланировали мы закроем в таком же ключе пусть все идет со знаком плюс но вы пожалуйста по прошествии периода дайте знать напишите как отыгралась отозвалась информация срезонировала ли и какие перемены у вас произошли за эти семь дней благодарю вас за то что вы остаетесь со мной с вами не прощаюсь до новых встреч